шалом уважаемые с вами снова илья механик и это традиционные субботние видео блоги с моего гаража и так как сегодня 7 января рождество и там по каким-то церковным канонам ничего делать нельзя чтобы не кучу дизлайков не поставили я сегодня не буду показывать работе а поговорю о моем помощники моем деле это велосипед те кто у меня подписан знают что я его называю ласково сеня потому что он синий и как вы видите с последней видеозаписи о нем он немного скажем так у него заканчивая отчетный год 2016 появился передний багажник и который сейчас вам видно действует на полную сейчас на нем находится в мотор одежка одежки пару цилиндров запчастей а на заднем багажнике таком вот легком бутылка с керосином для мытья деталей как видите задний багажник ни о чем он крепится к подсидельной трубе поэтому особо нагружать не было возможности так как он узкий вечно с него что-то падало осени почему я его люблю почему я на нем езжу даже вот сейчас вот сейчас кадр конечно немного не видно но у нас сейчас вот вот вчера буквально выпал снег случилось это так называемое рождественское чудо и даже вот в зиму такую и все равно на нем езжу данный велосипед за 2016 год согласно бортового журнала который я виду принес экономии порядка трех тысяч порядке я говорю условно потому что у меня был момент порядка 800 километров я не вел журнал не было не до этого мне как с компьютером были проблемы вот и программа в которой я это все заносил но записывал свои расходы на него в частности расходы на и в этом году на обслуживание этого велосипеда составлю около 800 900 гривен точно сказать не могу так как тоже часть записей не попал бортовой журнал в частности что вообще велосипед на себя потребовал это три камеры по 50 и 1 за себе по 50 и 1 за 73 все лишь ты купил я еще две камеры до ездил с прошлогодних закупок далее две цепи приводных это понятно они изнашиваются задние кассеты тоже естественно они изнашиваются то есть порядка 2800 километров согласно бортовому журналу я прошел на нем ну и вот пожалуйста два комплекта цепей кассет была выброшена из тюнинга перенесу уже под конец года ранее рассказывал буду куплен удобный багажничек для этих дел ну и я наконец-то выделил средства на обновление переключателей тормозных рукояток я поставил моноблоки 1 и естественно все рубашки трасса это тоже все обновляется автоматически потому что старые которые отходили до с половиной года уже по факту и стерлись и ставить туда трос не имело смысла если кто-то глазастый и успел заметить то прокручу станет ясно шатуны тут разные вот черный второй серый и у нас кассеты и эта кассета передняя перед правый шатун был куплен комплектом в конце прошлого года на барахолке за 50 гривен давние немножко были финансовые трудности небольшие вот и поставил и поставил но левый шатун оказался плохой у него разбит квадрат оказался и пришлось старый шатун вернуть обратно но на скорость и производитель сданного велосипеда это не влияет так называемый доход состава порядка 2400 гривен опять же это все условно потому что мне эти на карман не заплатили эти деньги я своего кармана не достал почему так много у меня с днепропетровске теперь уже днепре после обрезания декоммунизации одни из самых дорогих маршруток украине было в начале года 4 потом стало 5 гривен проезд мы уже концу года до 6 гривен мы дошли а мне охотка до гаража составляет порядка четырех километров до работы вообще 3 3 десятых километра три с половиной как там каким огородом я поеду вот и из-за этого вот я на работу туда обратно это 7 километров гараж туда обратно это 8 8 до 9 километров то есть получается есть смысл катать велосипед обходится в итоге выгоднее ну для меня лично на маленьких расстояниях выгоден для длинных расстояний вы по времени не так часто приходится ездить уже на дальнее расстояние вот так и получается экономия получается 3 200 я примерно заработал порядка 800 900 гривен я потратил на него притом такие серьезные покупки в 500 гривен обошлись только в последние два месяца когда обновил передние переключатели и багажник докупил для своих удобств остальное благополучно и 400 тех же самых я потратил на себя на аренду гаража того же перенаправил средства в нужное дело поэтому даже зимой я катаю на нем спрашивает холодно не холодно вот сейчас у нас минус один то есть до минус 10 я катал даже в декабре был такой момент когда вы было минус 16 я тоже ехал на работу смазка конечно подшипник застывает но мне это нравится я пока еду мне тепло то есть не холодно да конечно такой русский снег он закапывается не так бодро идет автомобилисты укатывает все можно ехать с головой кстати очень помогает на моем шлеме такое приспособление как такое велосипедное зеркало ну я иногда порой себе не представляю без него вот видите меня и вот оно очень удобно и она складное там на ветку дерево завет раз и свернулась там заходишь куда-то свернул его зашел никого не тревожит ноги конечно обращать внимание с такой вот палкой впереди тебя плюс сигнальный жилет покажусь сигнальный жилет с рукавами тоже приобрел на барахолке бюджет на совсем за 60 гривен выделяете на проезжей части и ты вроде бы глянул чтобы сзади никого не было тут у тебя уже спереди подарок задние еще из задних предобретений конца лета это вот яркий фонарь из двух на двух кристаллах там яркие диоды красных 100 гривен обошелся безопасность на ней не надо экономить жилет шлем передние фонари на него за год был куплен на два аккумулятора 1 за 50 гривен 2 по моему за 70 тоже таких вот расходов связанных с ним на передвижение но выхлоп от этого как и озвучивал ранее просто колоссальный опять же все это в разумных пределах у меня малые ходки то есть меня в гараж поехать на маршрутке 5 гривен теперь стало 6 гривен и обратно тоже 6 это вот 12 гривен велосипед туда обратно 9 километров то есть 12 мы сэкономили гривна гривна 30 получается один километр себестоимости 2 800 поделите на 900 гривен то есть там 0 3 0 3 гривна километр получать себестоимость опять таки велосипед куплен давно был за 300 гривен в первый год подъема обошелся в 1800 гривен за первый год и тогда он тоже принес три с лишним тысячи дохода и тогда очень много ездил по факту отбилте капиталовложения ну и вот уже два года он работает плюс не меньше двух 200 он приносит чистым с каждым повышением про проезд на маршрутке это все больше плюс 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 так же самое я вам скажу и детали дорожают но это китайский велосипед то есть вы видите по надписям джетный мне в кайф я катаю это мое мнение кому нравится он весит 20 килограмм так на заметку нелегкий велосипед это для дальняка у него даже кстати вот видно вот характерная мятина это я вот на нем приложился хорошенько же день не помню но такие серьезные падения на нем было три вот за год прошедший и он живой вот это еще сломалось 2014 году мы обварили до сих пор живо так что не жалко еды на нем и все вот так он мой помощничек про помощника роде я рассказывать не буду все знают что он стоит в мертвом состоянии у меня а на этом выезжаю кстати это двухподвес совсем забыл упомянуть когда мне вот этот амортизатор он тоже влияет тут разбивается вот это место посадочная каждый год это 73 надо вынимать и кидывать эти втулки менять я когда после двухподвеса пересел на hardtail то есть задняя подвеска жестко передняя я почувствовал себя как этот паралимпиад там инвалид хромающий потому что когда ездишь на полноценных подвески ты не задаешься вопросом а что будет здоровье а пересев на другой я начал задницу чувствовать все нервности дороги тут я этого не ощущал это ну это тогда уже плохая манера ты не обижаешь ямки у тебя передняя и задняя подвеска это все отрабатывает когда ты сел на hardtail и это стал чувствовать я понял что это уже не мое и на велосипед без полной подвески я уже никогда не сяду мой выбор либо двухподвес а лучше всего конечно softtail но в связи с инфляцией пока для меня это недостижимая как говорится планка ну вот такой унылый субботний бложек вот слышите мне звонят уже пора завершать спасибо всем за внимание всем пока а